Киевская Русь – государство, возникшее в Восточной Европе в 861 году в результате объединения восточнославянских племен, древним культурным центром которых было Среднее Приднепровье с Киевом во главе. За время существования Киевской Руси восточнославянские племена сложились в древнерусскую народность, ставшую впоследствии основой для формирования трех братских народностей – российской, украинской и белорусской. Киевская Русь положила начало государственности у восточных славян, объединение которых в пределах единого древнерусского государства способствовало их общественно-экономическому, политическому и культурному развитию. Итак, поехали разбираться в истории нашего общего первого славянского государства. Киевская Русь известна по древнерусским летописям, составленным в Киеве и Новгороде монахами. По данным повести временных лет, первым князем Киевской Руси был легендарный Кий. Позднее в летопись была добавлена легенда о призвании варягов в 862 году во главе с легендарным князем Рюриком, ставшая в XVIII веке основой научно-несостоятельной нормандской теории о создании государства Киевской Руси варягами, или же норманнами. По той же легенде, подчиненные Рюриком, Аскольд и Дир двинулись в Царьград по реке Днепр и, следуя реке, попали в Киев и захватили его. После смерти Рюрика власть перешла к варяжскому князю Олегу, который, якобы расправившись с Аскольдом и Диром, захватил Киев в 882 году, а в 883-885 годах подчинил Древлян-Северян и Радимичей. И в 907 году совершил походы на Византию. Если хотите увидеть видео о русско-византийской войне на пальцах, то обязательно пишите об этом в комментарии и также обязательно напишите в комментарии противоположное, если не хотите видеть видео об этом. Продолжаем. Преемник Олега, князь Игорь, продолжал активную внешнюю политику. В 913 году через Итиль он прошел все западное побережье Каспия. Дважды, в 941 и в 944 годах, нападал на Византию. Непомерные требования Данис-Древлян послужили причиной их восстания и убийства Игоря. Его жена Ольга жестоко расправилась с протестующими за это, но также она одной из первых на Руси приняла христианство, упорядочила управление на местах и установила нормы Дании. Уроки. Сын Игоря и Ольги, Святослав Игоревич, княжевший в 964-972 годах, обеспечил Киевской Руси свободу торговых путей на восток, через земли Волжских, Болгар и Хазар. Упрочил международное положение Руси. Русь при Святославе обосновалась на Черном море и на Дунае. Тму Таракань, Белгород, Переяславец на Дунае. Но после неудачной войны с Византией, Святослав был вынужден отказаться от завоеваний на Балканах. При возвращении на Русь, он был убит в бою с печенегами. Святославу наследовал его сын Ярополк, убивший конкурента, брата Олега Древлянского в 977 году. Младший брат Ярополка, Владимир Святославич, с помощью варягов двинулся на Киев. Ярополк был убит, и Владимир стал великим князем и княжил с 980 по 1015 год. Настоятельная необходимость замены старой идеологии, родоплеменного строя идеологии народившегося феодализма, побудила Владимира ввести на Руси в 988-989 годах христианство в форме византийского православия. Первыми восприняли христианскую религию социальные верхи. Народные массы еще долго держались на языческих верованиях. Княжение Владимира – вершина расцвета Киевской Руси, границы которой необычайно расширились от Прибалтики и Карпат до Причерноморских степей. После смерти Владимира в 1015 году возникла усобица между его сыновьями, в которой были убиты два из них – Борис и Глеб, причисленные позднее церковью к лику святых. Убийца Святополк после борьбы со своим братом Ярославом сбежал. Сам же Ярослав, позже получивший прозвище Мудрый, стал киевским князем в 1019 году. Через три года против Ярослава выступил его брат Мстислав Тмутараканский. После битвы у Листвына в 1024 году Киевская Русь была поделена по Днепру. Правобережье с Киевом досталось Ярославу, левобережье – Мстиславу. После смерти Мстислава в 1036 году единство Киевской Руси было восстановлено. Ярослав Мудрый вел энергичную деятельность по укреплению государства, устранению церковной зависимости от Византии. Например, в 1037 году началось образование самостоятельной митрополии, а также расширение градостроительства. При Ярославе Мудром значительно укрепились и расширились политические связи Киевской Руси с государствами Западной Европы. Помимо Византии, Польши и Норвегии, Киевская Русь имела династические и другие политические связи с Германией, Францией, Венгрией и другими государствами. Наследовавшие Ярославу и его сыновьям поделили владения отцам. А именно, Изяслав Ярославич получил Киев, Святослав Ярославич – Чернигов, Севолод Ярославич – Переяславль – Южный. Пытаясь первое время всемирно сохранять единство Киевской Руси и действуя сначала за одном, Ярославичи не смогли все же предотвратить феодального распада Киевской Руси. Положение осложнилось натиском Половцев, в битве с которыми Ярославичи потерпели поражение. Народное ополчение требовало оружия для оказания сопротивления врагу, но отказ привел к восстанию 1068 года в Киеве, Бексу Изяслава и во княжению в Киеве полоцкого князя Всеслава Прячеславича. Однако вскоре изгнанного в 1069 году, объединенными силами Изяслава и польских войск. Вскоре среди трех Ярославичей возникли распри, приведшие к изгнанию Изяслава в Польшу в 1073 году, который вернулся в Киев только после смерти Святослава в 1076 году, но вскоре был убит в бою в 1078 году. Ставший киевским князем Всеволод Ярославич, княжевший в 1078-1093 годах, не смог сдержать процесс распада некогда единого государства. Лишь под влиянием нашествий половцев 1093, 1096 и 1101-1103 годов было создано временное объединение князей вокруг Киевского князя для отражения общей опасности. После смерти князя Киевского святополка в 1113 году в матери городов русских вспыхнуло городское восстание. Владимир Мономах, приглашенный на киевское княжение, издал компромиссный закон, облегчавший положение должников. Затем он усилил свои позиции, усмирив новгородцев и посадив своих сыновей в Переяславле, Смоленске и Новгороде. Он почти единовластно распоряжался всеми военными силами Киевской Руси. Направлял их он не только против половцев, но и против непокорных вассалов и соседей. В результате половецкая опасность была временно ликвидирована, но, несмотря на усилия Мономаха, объединить Киевскую Русь все же не удалось. Объективные исторические процессы продолжали развиваться, что выразилось прежде всего в быстром росте местных центров Чернигово, Галича, Смоленска и других, тянувшихся к самостоятельности. Сыну Мономаха Мстиславу Владимировичу, княжевшему в 1125-32 годах, удалось еще победить половцев и выслать их князей в Византию в 1129 году. После смерти Мстислава в 1132 году Киевская Русь распалась на ряд самостоятельных княжеств. Начался период феодальной раздробленности Руси. Вот и конец истории такого государственного образования, как Киевская Русь. Ну а на этом все. Над этим выпуском трудился один я, поэтому если вы бы хотели меня поблагодарить не просто лайком или подпиской, то на экране и в описании вы можете пронаблюдать все мои реквизиты, по которым вы можете поддержать меня. Заранее благодарю всех своих потенциальных пожертвователей. Ваши имена я покажу в следующем видео, конечно же при вашем желании. Субтитры создавал DimaTorzok